Дальше люди здесь занимались скотоводством, животноводством. В основном держали коров, баран, свиней, кур. В основном занимались сельским хозяйством. Еще при Советском Союзе здесь был камнепилищ и цех. Делали плитку. После развала Советского Союза, естественно, этот цех закрылся. Рабочие уехали, и как бы основная деятельность жителей, проживающих на этой территории, она была именно связана с сельским хозяйством. Это в основном огороды и, как я уже говорил, крупный рогатый скот, бараны, свиньи. Основной доход был связан с этим. Причина, по которой мы отсюда уехали, это было, по-моему, 2005 год. Тогда в одностороннем порядке, по-моему, закрыла Россия границу с Грузией. Это был 2005 год. И тогда уже все жители, боясь, что останутся здесь, зимовать здесь очень тяжело. Они были вынуждены возвращаться в Россию. И с тех пор, с 2005 года, здесь в основном никто не живет. Только вот год прошлый, и этот год мы стали более-менее сюда приезжать, так на пару дней. Вот как-то посмотреть здесь, как, что. Ну, чуть-чуть видеоотдых. Ну, больше, да, отдохнуть, а с другой стороны тянет все-таки Родина. Мы здесь выросли, мы здесь воспитывались, и как-то это все нам родное. В основном так. Ну, в принципе, сказать, что здесь какие-то вот такие проблемы, связанные с переездом, пересечением границы, таких проблем нет. Мы достаточно беспроблемно, все культурно, вежливо. Проезжаем сюда, попадаем, никто нам не запрещает. Вот, единственное, как говорят, сам я не ездил в сторону Трусовского ущелья, туда говорят, не пропускаю. Ну, точно не могу сказать, правда ли это не правда. Мы туда не пробовали проехать еще. Вот. А так, в принципе, нормально. Ну, сейчас здесь тоже обустраивать как-то что-то, это проблематично, в связи с отсутствием того же самого электричества, хотя бы раньше электричества было. Водопровод тоже. У нас раньше был там водопровод, сейчас он... Ну, не знаю, да, там что-то устало, короче говоря, сейчас и воды здесь нет, воду приходится набирать где-то и сюда.